Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне, мне очень приятно! Сегодня будем готовить очень красивое, праздничное и яркое заливное. Готовится легко, получается очень вкусно! Заливное сегодня я буду делать из курицы. Мне понадобится 4 куриных бедра и штучек 8 куриных голеней. Для начала курицу нужно отварить. Можно сделать это, как обычно, в кастрюле на плите или, как я, воспользоваться мультиваркой. У меня мультиварка фирмы Hyundai с множеством разнообразных программ. И здесь как раз есть программа «Медленная варка» в течение 2 часов. То, что нужно для заливных и холодцов. Всю курицу забрасываю в чашу, добавляю чистой воды, солю, добавляю перец горошком, небольшую морковь и луковицу. Варим на медленном огне до полной готовности курицы. Если вы варите на плите, то после того, как вода закипит, аккуратно можно снять пену. Вот такой очень вкусный, насыщенный бульон получился. Я отмерила ровно 1 литр бульона. Именно столько мне понадобится для заливного. Бульон нужно обязательно попробовать. При необходимости досолить я немножко досаливаю. Добавлю 3 зубчика чеснока, выдавленного через пресс. И пока бульон не остыл, прямо в горячий бульон добавляю 35 граммов желатина. У меня желатин быстро растворимый, он там замечательно разойдется. Все хорошенько перемешиваю, проверяю, чтобы желатин полностью растворился, чтобы крупиночек не оставалось. И пока бульон отставлю в сторону. Куриное мясо отделяю от костей, разбираю на кусочки. Я не режу мелко, я наоборот оставляю кусочки крупными. Мне кажется, так будет вкуснее. Подготовим форму для заливного. Я взяла разъемную форму 22 см диаметром. И на всякий пожарный случай в несколько слоев обернула в пленку. Дно и борта тоненько смажу растительным маслом. Выкладываем все мясо и заливаем бульоном, так, чтобы бульон чуть покрывал кусочки. Ставим в холодильник, чтобы бульон схватился. Теперь для украшения и для вкуса я хочу использовать яичные блинчики. Мне очень нравится сочетание и очень красиво выглядит. Взбалтываю одно яйцо щепоткой соли и выливаю на сковородку. Жарю с двух сторон буквально по полминутки с каждой стороны. Все очень быстро. Для заливного мне понадобится 3 яичных блинчика. Каждый блинчик я сворачиваю в трубочку и нарезаю вот таким образом. Получаются такие маленькие рулетики. Первый слой куриного мяса с желе немножко застыл, схватился. И теперь сверху я выкладываю рулетики яичные желтенькие. И еще дополнительно отдельно я отварила несколько соцветий брокколи и цветной капусты. У меня овощи были замороженные. При варке посолила и добавила немного лимонного сока. Такие овощи здорово очень использовать в заливных. Во-первых, получается вкусно. Ну, для тех, конечно, кто любит. Во-вторых, очень красиво смотрится на разрезе. У меня есть такое заливное. Кто со мной уже давным-давно, тот, наверное, вспомнит заливное леший. Лет 5, наверное, назад было. Ну и здесь уже на ваше усмотрение. Если брокколи не нравится, можно ее заменить на цветную капусту или наоборот. Добавить консервированный горошек, кукурузу. Можно добавить зелени. Я пустые места заполню горошком и кукурузой. Заливаем оставшимся бульоном. Накрываем пленкой и ставим в холодильник до полного застывания. Это примерно 3 часа. Все готово. Пленку снимаем. Медленно-медленно аккуратно раскрываю кольцо. Двумя, а лучше тремя лопатками переношу на блюдо, в котором буду подавать. Нарезаю на кусочки и подаю на стол. Очень красивое заливное получается. Очень ярко, красиво и необычно смотрится на столе. Очень вкусное, насыщенное блюдо. Если не нравится брокколи и цветная капуста, можно добавить буквально по 3 штучки. Просто для красоты. Попробуйте приготовить. Я очень надеюсь, что вам понравится. От всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока. Увидимся.